Да? К кому? Субтитры сделал DimaTorzok Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Субтитры сделал DimaTorzok Я видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во флотзаме. Кажется, это было так давно. Наверное, потому что многое изменилось. Ты сохранила ее на память? Отчасти. Но прежде всего, как предупреждение. Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? Может, сменим тему? С удовольствием. Я сама хотела это предложить. Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Эта статуэтка — заколдованный человек. Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Все готово. За работу. Угрюмое место. Это правда. Выглядит так, как будто здесь обитает вампир. Поэтому я так уверена, что нас никто не потревожит. Дай мне фигурку и отойди. Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Никто не знает, кто он на самом деле. Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не Коралл. Сукул. Морок. Где я? Значит, его заколдовала Коралл? Очень на нее похоже. Я не встречала более вредной чародейки, чем она. Разве что... А Коралл здесь нет? Тогда... Иди же ко мне, суку. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде. В Новиграде? Последнее, что я помню, это... Аксенфурт и Коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как... Как деревенский мул. В самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Не знаю, что она со мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Вот, возьми. Пойдите, развлекитесь в городе. С тех пор, как ты спал с Коралл, ее вкус значительно ухудшился. Ладно, идем. Наш славный господин сам о себе позабудется. Продолжение следует... Продолжение следует... Как к себе домой приходит. Грязи-то сколько нанесли. Может, она в конце концов к нему переедет. Самое время. Геральт, у меня проблема. Да, Геральт? О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение. И даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда. И готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить. Но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке. И обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требовала. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я не знала, как это оказаться под пыткой, слышать крики других и не иметь ни единой возможности им помочь. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит, ты же не всегда будешь рядом. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слуга? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане подворю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали неохотники. Хорошо. Встретимся на месте.